Украина дарит поклонникам бокса прекрасных бойцов. И, конечно же, Александр Усик не исключение. Вы должны знать, что Усик имеет миллионы поклонников по всему миру и блистает на лучших боксерских аренах. Усик стал первым украинским боксером, который завоевал все четыре титула чемпиона мира в Крузервейте. Это VBA, VBC, IBF и VBO и стал первым в истории боксером, который защитил все четыре титула в рамках мировой боксерской суперсерии. Также Усик широко известен как один из самых умных боксеров на ринге. Усик сделал успешную любительскую и профессиональную карьеру, заработав множество наград и зарекомендовав себя как грозная сила на ринге. На все 100% он заслуживает попасть в наш ТОП величайших украинцев в истории. В этом видео вы увидите лучшие фрагменты боев Усика и яркие фрагменты из биографии. Александр Усик до сих пор остается непобежденным на профессиональном ринге. Заслуженно является одним из самых успешных, уважаемых, востребованных и талантливых профессиональных боксеров в супертяжелом весе своего поколения в Украине и в мире. Победа в матче реванша с Джошуа стала для него 20-й. В чем секрет Усика? Смотри видео до конца и вы узнаете о основных преимуществах Усика. К тому же, друзья, я очень рад, что это видео выйдет как раз в преддверии предстоящего боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа по защите всех четырех поясов. Независимо от исхода поединка, Александр Усик как полноценный чемпион получит гонорар в размере 6 миллионов долларов. Организация боя Усик Дюбуа состоялась после того, как сорвались переговоры о проведении объединительного боя с обладателем пояса чемпиона мира по версии ВБС Тайсоном Фьюри. Победитель боя стал бы абсолютным чемпионом мира в самой престижной весовой категории. Прямо сейчас смотри видео, которое отражает спортивные достижения Александра Усика и его вклад в мировой бокс. Родился Александр Усик 17 января 1987 года в Крыму в городе Симферополь. До бокса Усик занимался футболом, который не бросает и по сей день. Но после того, как у родителей не было возможности оплачивать футбольную секцию, только в возрасте 15 лет, в 2002 году он впервые пришел на занятия по боксу. Ему говорили, что он слишком стар уже для этого вида спорта, но труд и преданность к боксу и отменные спортивные данные быстро дали свои плоды. В 2006 году в 19 лет Александр дебютировал в чемпионате Украины весовой категории 75 кг и сразу же выиграл чемпионат. В период с 2005 по 2008 год Александр Усик участвовал в разных боксерских соревнованиях по всей Европе, где продолжал занимать призовые места. В 2006 году он даже дошел до 1-2 финала чемпионата Европы в категории до 75 кг. В 2005 году он уже выиграл международный юношеский турнир по боксу, который тогда проходил в Венгрии. Тогда же он стал участником сборной Украины по боксу. Там он шел вторым номером. В начале карьеры Усик, можно так сказать, набивал руку. И набил он аж 300 поединков в аматорском боксе. В качестве любителя Усик выиграл несколько национальных и международных титулов, а также завоевал золотые медали на чемпионатах мира и Европы. Прямо сейчас поставь лайк, подпишись и поделись этим видео с другом, чтобы это видео попало в рекомендации Ютуба. В 2009 году Александр Усик завоевал бронзу на чемпионате мира, а в 2011 году на этом турнире он уже праздновал победу. По очереди разобрался на ринге с латвийцем Евгенисом Туткусом, россиянином Артуром Петербеевым, белорусом Сергеем Корнеевым, а в финальном бое одержал победу над азербайджанским боксером Тимуром Мамадовым. Олимпийские игры 2012 года в Лондоне стали триумфом Александра Усика. В 1-4 финала он снова победил Артура Бетербеева из России, в 1-2 финала одолел Болгарина Тервила Пулева, а 11 августа 2012 года золото Олимпийских игр покорилось Александру. В финале он победил Клименте Руссо, Италия, взяв реванш за 2008 год. По окончании финального поединка весь мир увидел видео, как Усик пляшет украинский народный танец Гопак. В 2013 году Усик принял выгодное финансовое предложение и подписал контракт с компанией К2 Promotions под предводительством братьев Кличко. 9 ноября 2013 года Усик провел свой первый поединок в профессиональном боксе и сразу же нокаутировал 4-х кратного чемпиона Мексики Филиппа Ромеро. Во втором бою под руку попался колумбиец Эпифанио Мендосу. В 2014 году Александр продолжил свое триумфальное шествие. 26 апреля 2014 года в Германии Усик нокаутировал в третьем раунде немца Бен Сансафоа. В Одессе 31 мая Усик нокаутировал двухкратного чемпиона Аргентины Сезара Дэвида Крэнса. 4 октября 2014 года Усик победил южноафриканского боксера Дэниэля Бруэра нокаутом в конце седьмого раунда и тем самым завоевал звание временного интерконтинентального чемпиона по версии ВБО. 13 декабря 2014 года Усик вышел на ринг с сильнейшим южноафриканским спортсменом Дэни Вендером. В первых раундах противник смог одолеть Александра, но Усик многоударной комбинацией отправил Вендера в нокаут. В апреле 2015 года Саша победил техническим нокаутом в восьмом раунде россиянина Андрея Князева по прозвищу Русский Богатырь. Тем самым украинец отстоял свой титул интерконтинентального чемпиона в тяжелом весе по версии ВБО. В 2016 году Усик выиграл свой первый крупный титул чемпионства ВБО в тяжелом весе. Победив Криштофа Гловацкого по очкам в польском Гданске. Тем самым он побил рекорд легенды бокса американца Эвандера Холифильда. Завоевав пояс в 10 бою на профессиональном ринге. В 2017 году на кубке Бухаммеда Али Усик успешно защитил свой титул. Победив таких соперников как Майкл Хантер, Марко Хулк и Майрис Бри Энгист. Во время заключительной пресс-конференции Марко Хулк толкнул украинца на дуэли взглядов и обругал его на русском языке. Впоследствии украинец на ринге дал понять Хуку, что этого делать не стоило и жестко избил немца. После серии мощных ударов рефери пришлось остановить поединок в 10 раунде. Такая уверенная победа позволила Александру выйти в полуфинал всемирной боксерской суперсерии. Спустя год Усик провел один из самых своих сложных боев за два пояса с латвийским боксером Майрисом Бри Эдисом, который продлился все 12 раундов и в итоге судьи отдали предпочтение Александру Усику. Он стал обладателем двух поясов чемпиона и попал в финал всемирной боксерской суперсерии. На турнире мировой боксерской суперсерии, состоявшемся в 2018 году, Усик встретился с другими ведущими тяжеловесами этого дивизиона. В финале он победил Мурата Гасиева, объединив все четыре основных титула чемпиона мира VBA, VBC, IBF и VBO и став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Это достижение укрепило его статус одного из лучших бойцов в истории. В 2019 году Усик принял решение перейти в супертяжелый вес. В своем дебютном поединке в новой весовой категории в ночь на 13 октября Украинец досрочно одолел чемпиона мира по версии VBO в тяжелом весе Чаза Визерспуна. Боксер из США попросту отказался выходить на восьмой раунд. 31 октября 2020 года Усик в долгожданном бою встретился против грозного Дерека Чесоры. С самого начала поединка Чесора задал Усику тяжелый бой, ринувшись в атаку. Но Усик продемонстрировал свои боксерские навыки и попадал чаще и точнее, несмотря на сложную задачу. По итогам все трое боковых судей отдали победу Александру. Чесоры большой парень, жесткий парень. Вы знаете, это красивый бокс. Я люблю такое. Да. 25 сентября 2021 года Усик встретился с Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона в супертяжелом весе. Так вот мы с Энтони робимо еще один крок до истории, яку потом будут згадывать, про яку будут блакать, дивиться по ТВ, читать. И это все история, яку мы с ним робим. Мне действительно нравится украинский стиль. Мне нравится украинский. Джошуа просто не успевал за оппонентом, пропускал левые и прямые удары. Чемпионские раунды также остались за Усиком. В конце боя он по-настоящему взвинтил темп и устроил сопернику настоящее избиение в заключительной трех минутке. Финальная сирена застала украинского боксера в атаке, а британца спасла от досрочного поражения, находившегося в углу ринга, прижатого канатом. Усик вышел победителем в этом матче, победив Джошуа единогласным решением судей и завоевав титулы VBA Super, IBF, титулы VBO и IBO в супертяжелом весе. Эта победа принесла Усику мировую известность и укрепила его место в качестве главного претендента в супертяжелом весе. Он прошел именно так, как я предлагал, было пару моментов от Энтони, когда он зажимал, но это незначительные вещи. Через год 20 августа 2022 года в Джиде Саудовской Аравии состоялся ответный бой с Энтони Джошуа, в котором Усик защитил чемпионские титулы, а также добавил в коллекцию вакантный пояс чемпиона по версии журнала The Ring. Джошуа выглядел беспомощно и, к тому же, по словам бойца, после поединка не мог отойти от психологической травмы. И еще и унифийный чемпион мира из Украины Александр Хуси! После этого поединка Усик имел все шансы стать абсолютным чемпионом и в супертяжелом весе. Для получения этого титула Александру не хватало одного пояса по версии VBC, которым обладает Тайсон Фьюри. Бой между ними должен был состояться в апреле этого года, но, к сожалению, Тайсон Фьюри выставил невыполнимые требования и бой был сорван. Я слышу все эти разговоры о бое, что они хотят 50%, что Тайсон Фьюри жадный. Но с моей точки зрения Усик, ты и твоя команда стоят 30%. Соглашайтесь, иначе боя не будет. Если не согласишься, то будешь драться с дюбуа за несколько миллионов долларов. Если хочешь заработать реальные деньги, то бейся с цыганским королем. Но за каждый день, начиная с сегодняшнего, когда вы задерживаетесь и возитесь, я собираюсь отнимать 1% от 30%. Если вы не согласитесь, хорошо, сразитесь с дюбуа за несколько миллионов долларов. Тик-так, тик-так, время пошло. И вот что ответил Александр Усик на данное предложение. Эй, жадная пузо, я согласен на твое предложение поделить гонорар 70 на 30. Бой состоится 29 апреля на Уэмбли. Ты должен пообещать только, что пожертвуешь Украине 1 миллион фунтов стерлингов сразу после боя. И за каждый день задержки ты отдашь по 1% из собственного кошелька украинскому народу. В возрасте 8 лет Саша провалился под лед и получил двухстороннее воспаление легких. Мама принесла ему книжечку из церкви при больнице и научила читать «Отче наш». Это оставило след веры в душе Александра. И Саша не скрывает своей набожности. Когда был маленький, я мечтал, что когда вырасту, у меня будет крутая тачка, лаве, красивая жена, много детей. Сейчас у меня все это есть, но не благодаря мечтам, а благодаря Богу и трудолюбию, написал Александр Усик в инстаграме. Но зато на 100% мы можем сказать, что Александр Усик не скрывает своей любви к хорошим автомобилям. Первым его конем был Москвит 412, который принадлежал отцу. На этой машине Усик учился водить. В начале карьеры Александр обзавелся Киа Соренто. Затем он приобрел Шкода Октавия и украсил кузов автомобиля портретом Мухаммеда Али. За победу на Олимпийских играх боксерская федерация подарила Александру Вольво XZ90. После этой машины Усик стал владельцем Toyota Land Cruiser 200. Осенью 2018 года в гараже боксера появился Lexus LX. Также у него есть Mercedes-Benz W140. Главным для себя в жизни Усик давно определил именно семью. Поэтому личная жизнь у Александра складывается как нельзя лучше. Со своей женой Екатериной Саша познакомился еще в школе из параллельного класса. Тогда Александр и начал проявлять первые знаки внимания будущей супруги. Он предложил пойти с ним на свидание после боя, выигранного специально для нее. Вскоре они уже жили вместе. Свадьба состоялась после рождения первого ребенка. Идеальные отношения и взаимные чувства привели к появлению в их семье троих детей. Дочки Елизаветы и сыновей Кирилла и Михаила. Усик также известен своими талантами вне ринга. Он имеет высшее образование и является мастером спорта международного класса, получившее во Львове. Усик также проявляет интерес к искусству и музыке. И кроме того неравнодушен к поэзии. Перед тем, как судить, прыгни в шкуру его. Как там быть? Ты с колен не вставал, запах пота не знал. Кулаки до костей ты ни раз не сбивал. Спотыкаясь, лежал, а кого осуждаешь, он поднявшись бежал. Руки сбиты и в кровь. Весь в поту, нету сил. Мы стремимся добиться в жизни вершин. С малых лет не имел я в кармане гроша. Точно знаю, добьюсь своего я всегда. А ухмылки неверных и предательство близких закалило меня. Вера сделала чистым. Крестным знаменем я защищен от Иуды, от неверных друзей, от змеи, от паскуды. Благодарен я Богу за здоровье детей, за здоровье родителей и верных друзей. Благодарен я Богу за все, что имею. Ведь когда веришь в Бога, ты немножко сильнее. Он снялся в кино в 2016 году в фильме украинского режиссера «Правила боя». Давай, давай, давай! Усик так же успешно запустил собственный бренд одежды в спортивном стиле под названием «Усик-17». В чем же секрет Усика? Может быть в том, что он родился в один день с легендарным боксером Мохаммедом Али. Усик имеет не самый мощный удар в боксе, не самое крупное телосложение. Секрет заключается в первых занятиях боксом, о которых он говорит. На первой же тренировке получил по полной. Это меня задело. Мне приходилось в два раза больше заниматься. Я приходил в три, а уходил в семь. Появились первые успехи, и я полюбил это дело. Многие ребята смеялись над моими зависаниями в зале. Но смеется тот, кто смеется последний, сказал Александр. Именно эти зависания в зале стали основой для роста в его профессиональной карьере. И для дальнейших побед над более сильными соперниками. Благодаря своим стараниям, Усик приобрел свое исключительное техническое мастерство. Скорость движения по рингу, ловкость и быстроту. Быстро завоевал престиж и уважение в профессиональном боксе. Он даже получил прозвище The Cat. Кот. Из-за своей грации на ринге. Также Александра выделяет физическая подготовка и выносливость. Уникальный стиль бокса Усика, который часто называют неортодоксальным. Его способность боксировать как в правосторонней, так и в левосторонней стойке. Делает его трудным противником для многих бойцов. К тому же все соперники характеризуют его как думающего боксера. Александр считает бой и по ходу поединка может поменять тактику. А что вы думаете о Усике и его успехах? Считаете ли вы, что Дебуа способен победить Усика в предстоящем бою? Подписывайся на канал, ставь лайк и отправь видео другу. И ты увидишь на нашем канале еще очень много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok